можно ли слушать шумы с закрытыми глазами и так далее вы знаете можно и в наушниках можно слушать и с открытыми глазами и закрытыми глазами и даже во время сна но есть но когда я рассматриваю вопрос эффективности все-таки оставлю элемент эффективности на первое место так вот шум он имеет воздействие акустическое то есть он отражается от клеток которые находятся в организме человека и его лучше слушать все-таки так чтобы его воздействие было более обширно акустическим то есть его хорошо слушать так чтобы он звучал вот если взять телефон и включить шум от вируса так чтобы слушать его на расстоянии вытянутой руки то он будет лучше работать чем если взять данный шум и через наушники начать его слушать причем громко лучше тихо на телефоне так чтобы вы слышали можно кстати даже чтобы еле-еле слышали чем так чтобы он очень громко работал через наушники почему так воздействие происходит на весь энергетический кокон человека на все физическое тело а когда мы ставим наушники то это воздействует только на определенную часть может быть это воздействует на слуховой аппарат воздействует на нейросистему мозга но я думаю что все же такие шумы как допустим ясновидение можно слушать через наушники а такие шумы которые посвящены здоровью их все же лучше слушать вот так в громком виде от громкости ничего не зависит кстати а если человек глухой это не имеет никакого значения они не воздействуют на уши они не воздействуют они работают уникально и конечно же наша медицина и наша физика и в общем то наша наверное наука она сейчас вся может улыбаться когда будет это все слушать и будут говорить да андрей дуйко он не прав он говорит какие-то глупости и так далее но вы знаете я иду таким путем как пионер очень давно уже в своей жизни и могу на сто процентов вам сказать что те идеи которые разрабатывались ранее определенными учеными допустим все помнят теслу наверное все помнят там очень знаменитых физиков все помнят там кюри то есть то когда говорили о том что это существует все помнят там джордана бруно коперника и все помнят насколько они вперед леонардо да винчи все помнят насколько они вперед своего времени создавали вернее создавали какие-либо приспособление ли создавать создавали какие-либо идеи на много лет и даже сотен лет опережая свое время естественно 1612 году если бы кто-то начал говорить о том что будут летающие аппараты в которые будут заходить там 200 300 человек будут переносить людей за 6 часов от допустим москвы там в панаму или там в дубай то наверное никто бы не поверил и сказали даже если бы увидели что это все какой-нибудь дьяволизм сатанизм обманы это все полная ерунда ну и так же происходит в тот момент когда человек получает информацию вы знаете когда человек получает определенную информацию особенно в случае если она связана с техническими элементами или медицинскими элементами то он опирается на выводы которые он мог сделать на протяжении жизни обучаясь той информации которая у него есть но не всегда же человек может быть компетентным не всегда человек может следить за тем насколько вперед идет технология насколько она развивается именно поэтому когда я говорю о шумах допустим или говорю о каких-либо технологических разработках я обычно говорю о том что те идеи которые о которых я говорю которые я озвучиваю они намного наверно лет уже опередили существующие знания которые находятся на территории этой земли или этого мира также и все остальные технологии которые я применяю и вы знаете хотелось бы давать больше есть идеи как давать больше но дальше еще они еще более наверно непонятные и вот то более непонятное но может работать чем-то непонятно что у вас есть ну и конечно же из-за того что это абсолютно непонятному тому населению которая есть часть информации наверное я буду оставлять у себя своих этих тетрадках возможно спустя годы для кого-то это будет подсказкой для того чтобы такие люди смогли опередить время или найти какие-то ответы на какие-либо вопросы и так далее